Всех снова приветствую, с вами я Алексей, вы смотрите YouTube канал Paradigm и мы играем в Fallout 2, именно так. Прошлую серию мы закончили в рейдинге и мы здесь её, собственно, начинаем. И нам нужно... Кстати, я узнал, что вроде бы... Ну, я, то есть, не узнал, скажем так. То есть, я не узнал, где нам взять, собственно, локации, то есть, где находятся локации, как их там, убежище 15 и база Морипоза. Вот эти вот две локации непонятно. Ну, насчёт Морипозы я вроде бы когда-то помнил, что, в общем, можно узнать на базе Навара, вроде бы, где находится база Морипоза. Но, вот насчёт убежища 15, может быть, я прошляпил, а может быть, вообще... То есть, нужно его по памяти с первого Fallout'а найти. Ну, так или иначе, когда мы будем выполнять это задание, то есть, когда мы полезем в убежище 15, то, возможно, скорее всего... Блин, я не знал, что здесь Coca-Cola, то есть, ядер Кола. Иначе бы я вне записи пофармил её. Ну, ладно. Так или иначе, то есть, если мы не найдём того человека, который о ней говорит, то я на неё пойду без, собственно... Без информации о местонахождении, потому что к ней всё равно можно прийти, есть информация или нет информации. Но, тем не менее. И чё тебе надо? Было бы приятно, если бы мы знали изначально. Блин, да сколько можно? Вот это всё потом продавать ещё. Да, пендаль тут всё остальное. Четыре тысячи баксов. Так, 47. Поместилось, круто. Но, в общем, побольше берём, потому что в Сан-Франциско всё тоже дорого, как и здесь, везде. Поэтому там нам необходимо будет много чего сделать, на самом-то деле. Напоминаю, то есть, мы пойдём в Сан-Франциско, то есть, потому что это город в стиле диско. Это, во-первых. Во-вторых, то есть, квесты уже пошли такие, что лучше их выполнять не по порядку. То есть, не в одном городе, несколько квестов в другом, несколько квестов и так далее. Теперь мы будем, в общем-то, фармить там и другими вещами заниматься. Иногда будем отправляться в другие. То есть, у нас уже есть автомобиль апгрейдженный. Нет, ещё, на самом-то деле, вот когда мы в Сан-Франциско вооружимся, то есть, это наша задача, для чего мы едем в Сан-Франциско. То есть, взять себе хорошую броню и оружие где-то, как-нибудь где-то около Сан-Франциско их добыть. После чего, мы отправимся в другое место, то есть, в Ньюрино. Там ещё можно будет больше апгрейдить наш автомобиль. И, кроме того, также там можно, собственно, мне нужно повысить интеллект. Чем раньше мы повысим интеллект, тем лучше, потому что, чем позже ты повышаешь интеллект, тем меньше ты вот этих вот очков навыков, процентов, получишь с каждым новым уровнем. Ну, то есть, а там, в Ньюрино, есть возможность, собственно, добыть модуль, который потом засовывается в компьютер Братства Стали, и после чего, то есть, мы можем с его помощью повысить себе интеллект на один. Ну, ещё у меня тут в билде, я не помню, интеллект где-то есть, повышение интеллекта, если быть точнее. Блин, тут не разберёшься, где у меня что. Так, допустим, ловкость, потом живчик, потом снайпер, живчик, и потом интеллект. Так, то есть, на каком уровне? Хотя живчика можно подождать, на 27-м или на каком-то, в общем, можно будет взять эту всю фигню. Хотя, я не знаю, то есть, будет у нас 9 интеллекта, в принципе, наверное. Играть мы, скорее всего, не будем, а вот здесь парень очень неплох. Дело в том, что, возможно, нам выгоднее здесь продать все вещи, которые у нас есть. Почему? Да потому, что у него довольно много денег, уже мало. Видите, довольно выгодно получается у нас продавать. Но единственное, что я ожидал, что у него будет больше денег, у него и по 3000 бывает. Ну, возможно, это из-за того, что я в первый раз сюда пришёл. В первый раз сюда пришёл и сказала Кроха. Кстати, я не знаю, но мне казалось, что в рейдинге не так уж и много крутого оружия и остального дерьма. То есть, я здесь смотрю, довольно много ценных вещей тут находится. Я на тебя тоже зыркнуть могу, говорит. А, смотрите, а так можно к нему подойти. Слушайте, а я думал, типа, видели, наш персонаж к нему не подходил. Ну, то есть, не мог туда заглянуть и так далее. Так, ну, что ещё можно? Что ещё нам можно сделать? Ну, собственно, чтобы найти Сан-Фран, нам нужно поговорить с дамой в салоне Маламут. Привет, я у хозяйка салона Мэйль Мют, лучшего заведения к северу от Сан-Франциско. А Сан-Франциско в какой стороне отсюда? Сан-Франциско это довольно далеко на юг отсюда. До туда долго добираться. На юг и потом чуть-чуть к западу. Это же прямо у океана, разве не знаешь? Дай-ка я отмечу его у тебя на карте. Хотя, вот уж не знаю. Что такое? Это опасно? Ну, я слышала всякие вещи про то, что там целый город из одних психованных фанатиков какой-то вывернута веры. Психованные фанатики? Угу, именно так говорят, они там строят какую-то огроменную фиговину, чтобы ходить в гости к своим богам. Ну, это неплохо на самом-то деле. Или что-то на вроде того. Точно не знаю, это очень далеко. Похоже, что у всех монументов в честь богов всегда есть какая-то червоточина. Расскажи мне о другом. Что такое Мэйль Мют? Просто большой пес. А, понятно. Можно я спрошу тебя о другом? Ты ничего не слышал о вещи под названием генератор РДМских куч компактный? Честно скажу, в жизни я о таком не слышал. А что это? Ну, это такое устройство, которое служит для того, чтобы... Просто такая вещь, которую я ищу. Расскажи мне о другом. Да. Сам не может объяснить, что это такое. Так. Привет, Ту. Что нового в городе? Ну, по большей части мы здесь добываем золотую руду и продаем ее в другие места. Вы здесь добываете золото? Угу, прямо в городе, к северу отсюда работают две золотые шахты. Ты говоришь, вы торгуете золотой рудой? Ну, мы продаем золотую руду в город-убежище, а в обмен на лекарства. Продаем руду Новой Калифорнийской Республики в обмен на свежую... ...броменятину. Вот, что это за слово? Я не понимаю. Броменятина. Это ж надо было такое слово придумать. И другие продукты. И продаем руду Нью-Рена в обмен на выпивку и наркоту. Вы здесь добываете золото? Угу. Да. Да-да-да, все, короче, идите в попку. Ну, Нью-Рена, конечно, с Нью-Рена лучше никого не связывать вообще, потому что Нью-Рена, я готов его терпеть. То есть, я как НКР, собственно, как Танди считает, вот точно так же, как она, я отношусь к Нью-Рена. В Нью-Рена много возможностей. Но их, собственно, преступность, она меня выводит из себя. И, собственно, если они мне не дают эти самые возможности... То есть, если бы не квесты, я бы в него вообще не ходил и вообще... То есть, я стараюсь не помогать Нью-Рена, потому что это преступный, отвратительный город. Как, в принципе, обычно и говорят люди. Кстати, а сюда можно спуститься. Забавно, забавно. Крыса. Ой, я с ней поговорить хотел. Привет, крыса. Ничего, если я с тобой поговорил, короче. Не знаю, убивать ее, не убивать. Вдруг промахнусь. Ну, не промахнулся, но есть... А, у меня кастетов, что ли, нет? Нет, есть кастет. Зря я выкинул раньше времени кастеты, потому что... Так, тут есть где-то инвентарьи какие-то? Нет, вроде бы. Ну, может, здесь что-то будет. Кстати, а тут есть выход хрен знает куда. Да, вы только посмотрите, что здесь находится. Я такого что-то не помню вообще. Или я сюда ни разу не заходил, или в чем причина, что я не помню этого всего. Кстати, нужно было нашим чувакам сказать, чтобы они опять подняли свое оружие. Что ты три раза промахнулся по крысе? Кэссиди стреляет. Кэссиди впервые... Нет, не впервые, но... Скажем так, не очень много он стрелял. В игре. Что? Крыса Сулика замочила? Сулик, вставай. Ты чё... Ты задолбал. Смотрите, крыса не может даже пробить его броню, а он не встает. У него максимальное здоровье практически. Сулик, убей эту гадость. Ты издеваешься, Сулик? Вообще. Это ж надо было так. Как ты умудрился три хода пролежать из-за укуса крысы? Такой рандом, такой рандом. Так, вот эта вот штука тоже пригодится. Самогонный аппарат. Ну, самогонный аппарат, такую штуку мы уже видели. Так, смотрим. Тут, кстати, вроде бы и нету никаких шахт. Тут, интересно, закрыто или открыто? А, открыто. Но я чё-то не хочу туда идти, на самом-то деле. Ну, то есть... Тут где эти ванаминги? Тут как-то ничего и нету. Видите? Короче, как-нибудь в другой раз мы сюда придём. Мне абсолютно неохота сейчас здесь по шахтам лазить. Но на видео это уже запечатлено, поэтому я просто вспомню об этом месте потом. Если сюда никак по-другому не пробраться, то мы сюда ещё придём. Добывают по большей части золота в городе убежище. Проходило много чего-то там. Ну, плевать. Мне главное стол. Кстати, а здесь столы не закрыты вообще. То есть в НКР как-то тяжелее воровать. Рейдинг вообще неплохой город, если так подумать. То есть здесь можно очень много всего на халяву взять. И при этом не нужно высокого навыка скрытности, как в НКР. А просто вот безусловий взял, понабирал себе всякого. Так, давайте возьмём вот это. О, да, книжечка, книжечка с китайцей. Это замечательно на самом-то деле. Мы её даже сейчас и прочитаем. Потому что мне нужен навык. Натуралиста. Что? Чё-то он там про Средний Запад. Ну, в общем, вот эта фраза, это тоже отсылка к какому-то фильму. Но я этот фильм не смотрел. Я просто посмотрел, типа, к какому фильму отсылка на Вики, но... Забыл сразу же, как он называется. Так, что тут у нас? Тут у нас нихрена. Может, здесь что-то будет? Ножик. Ну, замечательно. Чё-то не густо. Ну, что ж, в принципе, это... Ну, нет, ещё надо нам в другое место прийти отсюда. Сюда ж можно пройти? Да, я совсем забыл, что сюда ж ещё можно пройти. Кстати, интересно. Может быть, как-то можно вот сюда попасть? Да. Отсюда, может, можно сюда попасть. Там же под низом есть проход. Ну, я не буду, я не буду, ладно. Можно было бы, типа, мимо этой двери охраняемой пробраться, наверное. У меня такая идея была. Тут кратокрысы. Кстати, в начале, до того, как, собственно, Молред Мамба, вот эта вот фигня, было Мамба то же самое, только с Дэд Коулами. То есть, вы поняли. Бои рук смерти в рейдинге проводились изначально. Ну, то есть, разработчики думали сделать такую фигню. Но потом подумали, что это вообще-то какая-то полная наркомания, потому что, как бы, откуда здесь взялись эти руки смерти, во-первых, нужно обосновать. А во-вторых, то есть, они ж опасные дофига, то есть... Что? What the fuck? Чувак из убежища? Здравствуй, меня зовут Бен, Бен Бродяга. Я заведую торговыми караванами, которые ходят между рейдингом и городом убежища. А, вот почему он в синем комбинезоне. Обычно, лишняя пара стволов мне не повредит. Мы уходим из города первого числа каждого месяца. Если хочешь пойти с нами, подходи к этому сроку. Что перевозит караван? Ну, мы по большей части возим в рейдинг лекарства из города убежища в обмен на золотую руду. Ну, вообще-то, я бы походил. Кстати, прикольно, что теперь есть. Раньше этого чувака не было. Тут, в общем, куча караванов ходит в этот город. А, это, наверное, как раз вот они здесь и живут. То есть, эти караванщики. Кстати, прикольно, здесь тоже есть сетка выхода. А тут есть какая-то зеленая жижа. Это довольно-таки прикольно тоже. Так, ну тут вроде бы даже... Нет! Че ты ходишь по этому говну? Вы издеваетесь? Этого говна вроде бы здесь не было раньше. Яичная скорлупа. Да, яичная скорлупа здесь, кстати, не зря. Каковев. Табличка шахты Каковев. Я не знаю, Каковев это фигня. Ну, я уже, кстати, забыл, кому нам надо помогать, чтобы за НКР быть. Надо будет опять напомниться, скажем так. Э, а тут все захламлено. Я чуть не застрял, прикинь. А, это тут эти чуваки мешают. Уйди! Ну-ка, сиди, ну ты же... В общем, плохой человек. Кэссиди, ты плохой человек. Так. Ты же не будешь мне мешать, да? Хороший, хороший. Угу. Тут, короче, смотрите, эта фигня. Э, и вот тоже Каковев. А, это типа резиденция, а это что-то дополнительное. Тут, наверное, что-то купить можно, кстати. О, еще одна книжка. Слушай, эти книжки с китайца. Это круто, конечно. Еще вот это. Гамма-калп от куда-то здесь взялся. Просто вот так вот можно сюда пройти спокойненько. Офигеть. Они вообще не беспокоятся, что у них украдут что-то. Ой, динамит уже не помещается. Ну ладно, сулик ты где? Сулик не воруй. Сулик не воруй. И что тебе надо? Так, раз-два. Два ножа. В принципе, нам нужно будет очень много здесь продавать всего. В будущем. Но это все будет в будущем. Эээ! Кстати, можно ж пролистывать, короче, колесиком мыши. Это одна из тех вещей, которая добавляется модом. Великим модом. Вы знаете, каким. Если не знаете, то вам и не нужно этого знать. каким модом он добавляется но в общем то да и я ну как кого хорей она у меня бомбить но она бомбит так бомбит вот это не понятно непонятно вот это вторая шахта то морнинг стар я не помню какая из них какая о тут какие-то кишки валяются в общем очень очень хорошо все здесь оформлено могилки на камне написано джей нильсон картофельная нога музыкант апачи в возрасте 104 лет во время во время соло на барабане ну знаете то есть это такая шутка в том плане что когда кто-то делает ну на барабане соло то есть это слово на барабане это когда чувак просто неистово фигачит по барабану палочками и то есть в конце после того как он это делает он ложится на барабан и типа что он вот закончил свое соло и то есть получается что этот чувак в 104 года делал соло на барабане и и видимо у него сердце не выра не выдержало и он точно так же прилег на барабан но все наверняка подумали что типа так и надо он на самом деле просто скончался ну да это я для тупых так объяснил меня зовут опасный дэн макрю я управляю шухтой утренняя звезда что нового в городе нет сейчас мы этим заниматься не будем джет раз у них джет значит это тот который за ньюрина хотя вот название этой шахты утренняя звезда мне нравится но мы знаем что ньюрина это очень плохо тут наркомания и проституция и все остальное а это не очень-то полезно для города наркомания нужна в меру например как у разработчиков данной игры была наркомания в меру в итоге получилась гениальная игра а если бы они переборщили с наркотиками то получился бы постал 3 какой нибудь так ну какого фига столько всего что очень много весит это мне не нравится так алкоголь ему еще возможно даже вот эту штуку могу кстати все к нему выкинуть как вы видите или вкинуть или выкинуть плевать так так давай же молот бери ну ладно слишком много весит тебе теперь дадим все что мы можем тебя дать 1 2 3 4 5 алкоголь он выпьет сто процентов поэтому иди в жопу кэссиди так раз 2 3 так 4 4 48 ну теперь то должно хватить на все что мы захотим взять здесь это же полное прохождение оно должно быть полным ведь она называется полным как это называется полным он на самом деле я не все прохожу в нем а две взрывчатки это довольно необычно а кстати гаечные ключи редкая штука но я не помню по моему он нужен у какого-то короче ван клаве на базе навара поэтому мы его сохраним или же нет короче нужно будет посмотреть где он там нужен долбаные мои спутники а тут еще что-то зеленая сетка перехода это еще какая-то локация похожа вот сюда кстати я еще в эту локацию не заходил да тут тоже что то есть вот например ледник есть что уже что-то как говорится эй я не могу туда пройти так я вообще никуда не могу пройти говнюки выпустите меня тубаные спутники ненавижу вас так а тут что то есть стой сулик сулик ты больше всех мешаешь говнюк вонючий так и теперь сюда в третью локацию а я помню это локация в оригинале тоже есть забавно как-то локация вроде бы как и начальная то есть по идее в нее можно и рано пройти не обязательно поздно в него приходить я не помню то ли в день и нам говорят о том что рейдинг на юге или еще где-то ой нет давать а точно машина шуна здесь блин с машиной это трудно хотя можно в принципе через выход короче обойти город и потом машину взять но я лучше сразу на машине покачу я же красавчик красавчик на автомобилях чеки так самое время ой 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 так где тут у нас сан фран там значит я думаю безопасный дом стоит наведаться нет гекконы окей ну в принципе оно то не опасно вот эти вот все собаки и иконы золотые и несколько волков несколько гека и несколько волков но мне плевать так так безопасный дом чет он нифига не безопасный оказался но мы-то этого ожидали в принципе потому что это по нашей вине он не безопасный однако это позволило нам получить некие преимущества в игре так ой сколько у меня здесь всего просто ужас какой-то раз два три кстати вот это бы я захавал бы наверное книжечки за хавал как это говорят так блин блин ну каечный ключ да вот это тоже туда но здесь есть лут и я почему-то совершенно не уверен что я бы смог этот лут получить если бы они были живы все эти рейнджеры вот смотрите тут вообще и патроны и чего тут только нету на ведь это нужно следовательно рейнджеры простите но мне нужен лут я вас все равно сомневаюсь что смог бы в напарники кого-то из вас взять так что они вообще не удаются вот эти вот чуваки в том пусто эти вообще не удаются и кстати эти я так понял что этот мод его вот эти вот по крайней мере вот эту часть его делали уже после того как после чего-то в общем обычный колодец а после того как короче нью-вегас вышел так что такие вот дела потому что здесь эти посты они рейнджерские они выглядят как будто как в нью-вегасе они тоже примерно так же выглядели но я точно знаю что как бы не знаю может библии фоллаут конечно описано типа как они выглядели поэтому они и здесь их так сделали но в принципе все довольно логично так и теперь вот сюда повезло добрались даже без песочка без задоринки в сан-франк и это как раз будет конец нашей серии только давайте почитаем книжечку парочку раз потому что нам знаете ли лучше повысить тот навык который она повышает так 46 навыка неплохо на халяву самое то ну и на этом пожалуй закончим мы данную серию всем спасибо за просмотр не забудьте поставить лайк всем пока пока